Полина всегда была борец, вытаскивала себя из любых ситуаций, я помню даже когда она не очень хорошо выступала в короткой программе, в произвольную она выходила и занимала свои лидирующие позиции. Это у неё не отнять. Да, она поменяла тренера в этом году, вы что-то об этом знаете более подробно? Да, она очень долго работала, не долго, а практически всё с первых дней, с Этери Тутберидзе. Наверное, конечно, обидно, когда хороший спортсмен уходит от хорошего тренера, это очевидно и жалко, но, наверное, либо что-то не хватало. Не знаю, я не могу знать мотива, но спортсмен, наверное, тоже имеет право выбрать и попробовать. Дальше она уже, наверное, поймёт, потеряла она или нашла. Мы пока ничего не можем сказать. Тройной лукс, тройной тулуп с падением. Ничего надо идти дальше, дальше делать всё нормально. Двойной аксель. Комбинированное вращение. Ещё одно вращение, прыжок в либелу. Много сложностей сделала вращение. Интересно. Тройной реперти. Опять неудача. Может быть, как рассказывается акклеватизация. Дорожка шагов. Комбинированное вращение. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Вы знаете, что мне понравилось, что она продолжала улыбаться, хотя я понимала, что ей тяжело и, может быть, сейчас придется огорчиться, потому что судьи, конечно, не простят двух падений, которые она совершила в программе, но она молодец, она не докатала до конца и при этом старалась, по крайней мере, на своем лице выражать. Ну, она по спортивному злой человечек, именно в хорошем качестве, по спортивному злой, и завтра она покажет совершенно другой, не то что уровень открытия, да, исполнения, но есть в Полине такой момент, что ей нужно вначале, видимо, что-то завалить, чтобы потом подняться, прослеживалось это уже несколько сезонов. Да, сейчас у нее в тренера изначается Светлана Соколовская, как раз сейчас в тренере экране. Игорь Шпинк, он прям, да, как, видимо, помогал, я, к сожалению, не знаю, может быть, он помогал в постановке или не могу сказать. Светлана Соколовская, как раз тройную луцу она исполнила хорошо. Высоко прыгнула, да. Да, из тройного. Ну, после падения тяжело вот сразу, вот, входить снова и дальше в программу? Ну, нет, входишь, нет, входишь, очевидно, совершенно нормально дальше, потому что ты уже к этому привык. А вот здесь у нее что-нибудь получилось? Здесь она плеча, плечи не остановила, она вывозила, плечи крутили, дальше пошла, как приспособили, наоборот, и делала плечами. Бывает такое состояние, когда вот эта климатизация, да, что ты вроде бы все делаешь так, как ты делаешь обычно, но при этом ты не чувствуешь твоего тела. И потом, когда ты уже упал и лежишь на льду, думаешь, боже, что такое произошло. Да, каскады 3.3, пока еще нужно вот этим более... Она это все элементарно делает. Она это умеет, она этим владеет, и владеет очень давно. Осталось только научиться и применять любое состояние. Она это умеет применять. Просто, ну, вот сегодня было вот так. Да, и всего тут два дедакшинга. Очевидно, да, два дедакшинга, два падения, конечно, очень низкий балл. 46-48 баллов. И первый, и второй балл тоже. За представление тоже... Естественно, два падения дают сразу же низкую оценку. Ну, ничего, Полине желать только лучшего. И надеемся, что действительно завтра она приобретет ту необходимую злую в себе... Нотку. Часть, да, нотку, которая позволит ей катать произвольную программу. Выше всех походу, по-моему, сейчас она сегодня молодец. Она старалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!